Что вас мотивирует быть не просто врачом? Почему мы работаем? Что для нас важно? Становление врача-психиатра, оно же не заключается в том, что мы только книжки читаем. Скрининг превыше всего. Выгорание, и особенно выгорание врачей, а особенно выгорание врачей-психиатров, мы же лидеры по выгоранию. Я себя поймал на мысли, которые меня очень испугали. А что же делать этим сорокалетним людям, у которых когнитивные нарушения? Сейчас все карты пока не хочу раскрывать. В систематических обзорах, мета-анализах и зонтичных мета-анализах. Я не буду читать мета-анализы. Редкая, вообще уникальная возможность дописать все, что не дописано. Как будто мозг у нас не внутри тела, а где-то рядышком витает. Надеюсь, что таких исследований станет больше. Здравствуйте, дорогие наши зрители, слушатели. Мы продолжаем традицию круглых столов, которую мы организовали в этом году. После каждого выпуска, который у нас выходит ежеквартально, мы приглашаем редакторов этого выпуска, авторов для обсуждения актуальных тем, которые были опубликованы у нас в журнале. И вот у нас в сентябре вышел очередной выпуск журнала «Консорциум психиатрикум». Этот выпуск необычный. Мы пригласили молодых ученых поучаствовать в работе этого выпуска. При этом у нас есть приглашенные редакторы. Это Егор Чумаков и Сергей Потанин. Сергей Потанин является руководителем секции молодых ученых Российского общества психиатров. Егор Чумаков также является членом Совета молодых ученых. И плюс он еще является руководителем группы по координации исследований в Европейской психиатрической ассоциации. Кроме того, мы сделали конкурс научных работ молодых ученых. И как раз мы получили на конкурс некоторое количество статей. Часть из них была опубликована, получила высокие оценки членов жюри. И с нами сегодня еще и авторы этих статей. И я, наверное, сейчас попрошу представиться и назвать свою должность. Ну, давайте я начну. Меня зовут Сорокин Михаил Юрьевич. Я ученый секретарь Национального медицинского и советского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева. С недавних пор также являюсь председателем Совета молодых ученых Бехтеревского общества психиатров. Это региональное отделение Российского общества психиатров в Санкт-Петербурге, Ленинградской области. И имею честь быть автором двух из статей, публикованных в вышедшем в сентябре номере журнала. Вы, по-моему, имеете честь быть даже последним автором этих двух статей. То есть вы... Последним одной из статей, а во второй статье просто автор. Меня зовут Касьянов Евгений Дмитриевич. Я врач-психиатр, научный сотрудник отделения трансляционной психиатрии Национального центра имени Владимира Михайловича Бехтерева. Являюсь членом исполнительного комитета Совета молодых ученых Российского общества психиатров, создателем научно-популярного сайта психиатрии и нейронауки. Также имею честь быть одним из авторов статьи публикованных в журнале «Консорциум Сокиатрику». Хорошо. Ну, давайте, наверное, мы так выстроим свою беседу, поскольку вот-вот 10 октября у нас будет отмечаться наш главный праздник среди психиатров – День психического здоровья. И в этом году этот день проходит под девизом «Сделать психическое здоровье для всех глобальным приоритетом». И отдельное внимание уделяется психическому здоровью на рабочем месте. Давайте, может быть, сначала мы поговорим про психическое здоровье в общем, а потом немножко уже коснемся ваших исследований, ваших научных интересов и немножко поговорим о том, что было опубликовано в журнале. Ну, в общем-то, вы оба являетесь активными участниками Совета молодых ученых. Вы могли бы немножко рассказать, что вас к этому подтолкнуло, почему вот можно же быть просто врачом в диспансере, например, или в стационаре, а можно как-то в профессии реализоваться немножко по-другому. Вот, может быть, вы скажете немножко про то, что вас мотивирует быть не просто врачом. Кто начнет? Михаил Юрьевич. Окей, Евгений Юрьевич, окей, хорошо. Я могу, прежде всего, сказать про себя, именно про свой опыт. Я довольно осознанно в какой-то момент понял для себя, что мне хочется заниматься научными исследованиями именно в специальности по психиатрии, по медпсихологии, по нейронаукам. И это было связано, наверное, в общем-то, с определенным таким кризисом в профессиональном развитии, с такой очень непростой клинической ситуацией с одним из пациентов. И я понял, что, в общем, посвятить себя только лишь клинической работе – это как раз вот тот случай, когда рискуешь опираться только на одну какую-то точку опоры, и если она вдруг по какой-то причине оказывается шаткой временно, то кажется, что недостаточно уверенности в завтрашнем дне, недостаточно понимания, зачем я это делаю и буду ли я это делать дальше. И действительно, для меня лично научно-исследовательская работа – это как раз в широчайшем смысле профилактика и такой профессиональной деформации, эмоционального выгорания и, в общем, такой важный фактор психологического такого баланса. Потому что, когда есть несколько источников реализации в жизни, когда есть возможность получать какую-то обратную связь, ценную для себя по нескольким сразу направлениям деятельности, это действительно поддерживает эмоционально, психологически в жизни. Лично меня это очень здорово поддерживает. Поэтому мой ответ такой вот очень личный, очень персональный, да. И это для меня в том числе и вот такая вот личностная психологическая опора. Если говорить о специальности, то я искренне считаю, что современные психиатры и не только психиатры, вообще современный врач, который не погружен в контекст медицинской науки на, опять же, современном уровне, это врач, который как минимум себя очень стильно обделяет. Потому что медицина развивается очень быстро, сведений огромное количество. И если у современного врача нет инструментария для понимания этого вала информации биомедицинской, то ему сложно ориентироваться и использовать самые передовые методики достаточно обоснованно. И поэтому я считаю, это в рамках даже просто подготовки базовой врача-психиатра должно быть очень важным элементом. Ну, какие-то общие базовые принципы биомедицинских исследований это позволяет в перспективе, в будущем, даже не имея прямой связи в практической работе с исследованиями, тем не менее ориентироваться в передовых сведениях для клинической работы. То есть получается, что какой-то кризис на рабочем месте, которому уделяет сейчас такое внимание ООН, послужил на самом деле точкой роста и расширения горизонтов профессиональных. В моем случае, думаю, это полностью верно. Именно так. К нам присоединился Егор Максимович Чумаков, который является приглашенным редактором нашего специального выпуска. Мы сейчас разговариваем про вообще вот то, что замотивировало всех вас, нас, ну, быть и членами Совета молодых ученых, и быть авторами научных статей. Вот Михаил Юрьевич поделился своими мотивациями, и у нас очередь Евгения Дмитриевича. Я изначально хочу присоединиться к словам Михаила Юрьевича, потому что я тоже считаю, что дихотомия между наукой и клиникой, она в какой-то степени искусственна. И хороший ученый, действительно, если он делает какие-то прорывные открытия в диагностике или лечении психических расстройств, он должен понимать, у него должно работать клиническое мышление, потому что, ну, без этого сделать какие-то прорывы очень трудно. И, с другой стороны, у меня очень много моих коллег, врачей, кто работает именно только как врач, однако они вместе с тем читают подмет, смотрят новые статьи, читают новые клинические рекомендации, отчасти разбираются в какой-то методологии научных исследований, то есть типы исследований понимают. И если у них возникает клинический вопрос, они обратятся к каким-то базам данных, например, для поиска этого. Дихотомия есть, наверное, только в вопросе, обладает ли тот или иной специалист познаниями именно в научных методах, что отличает ученого от неученого. Сюда же можно отнести знания статистики, базовой медицинской статистики. Лично моя история, наверное, это также, опять же, пересекается с историей Михаила Юрьевича. Несколько лет назад я себя поймал на мысли, которая меня очень испугала и которая послужила причиной моего главного инсайта, которым я хочу поделиться. Было следующее. У меня очень были насыщенные консультации, очень, ну, почти каждый день у меня это было. И в какой-то момент я понял, что меня не отвлекает будто бы от научной работы, что я не успеваю справиться со своими текущими задачами и вот вынужден консультировать. Однако же, поймав эту мысль, да, какую-то пассивную мысль, отловив ее, я попытался ее проработать и пришел к следующему выводу, что все, что мы бы не делали в науке, должно касаться диагностики и лечения психических расстройств. Оно должно так или иначе, может быть, окольными путями, но так или иначе приводить к их улучшению. И даже работая с пациентом, он нас могут, каждый пациент нас, как ученых, может обогатить большим количеством информации касательно течения расстройства, касательно каких-то особенностей, да, которые мы потом в дальнейшем можем стратифицировать выборку, там провести, ввести эту перемену в нашу карту исследования. Поэтому и лично для меня это вот этот вот этот инсайт, это открытие и послужило какой-то подушкой, каким-то буфером, который возможно меня спасает от выгорания рабочего, профессионального. Как же вот если говорить вот про эту дикотомию науки и практики, то ведь очень часто практикующие врачи дают такое возражение, что ну вот эта же статистика, это все обобщение, это на выборках, а ведь каждый пациент индивидуален, и поэтому мы будем опираться на свой личный опыт, на свое профессиональное чутье, а статистика это статистика. да, это часто возражение, но примерно такой же антитезис можно услышать от ученых, которые не хотят как-то углубляться в эту дискуссию, где можно сказать, что это ваш личный опыт, это низ пирамиды доказательности, и мы должны все-таки опираться на общие тенденции, которые мы обнаруживаем в систематических обзорах, метаанализах и зонтичных метаанализах и так далее. Это два лагеря, которые вот и создают эту искусственную дихотомию, потому что как опыт врача работы с пациентами, так и знание каких-то доказательных стратегий в лечении диагностики это взаимодополняющие, а не взаимоисключающие вещи. Я бы мог добавить, на самом деле мне кажется здесь действительно это несколько искусственное противопоставление, потому что когда врач оперирует понятием профессионального опыта, профессиональный опыт это тоже наблюдение большого числа пациентов. Статистика позволяет наблюдение кратно увеличить. Сам врач никогда в своей жизни 10 тысяч пациентов за полчаса не сможет посмотреть, но полномасштабное исследование позволяет провести такой вот анализ не собственноручно, а с помощью коллег, которые задались каким-то исследовательским вопросом, и это данные, которые не противопоставляются личному клиническому опыту врача, а в идеале должны его дополнять. И становление врача-психиатра, оно же не заключается в том, что мы только книжки читаем. Мы всегда начинаем с того, что смотрим пациентов, беседуем с ними, наблюдаем за тем, как ведут клиническое интервью более старшие опытные коллеги. И именно наслоение того, что мы сами видели, на то, что мы прочитали, на то, что сделали в рамках крупных исследований популяционных с применением статистических методов другие исследователи и формирует то самое клиническое мышление. Оно никогда не формируется только лишь на основании того, что мне так кажется. Это всегда сумма всех этих знаний, поэтому на мой взгляд несколько искусств выделять из того спектра возможностей, чтобы лучше понимать ментальное здоровье какую-то часть, например, я не буду читать метаанализы, потому что считаю, что статистика это ложь. Но тем самым мы объединяем свой клинический опыт, потому что научные данные это часть этого клинического опыта. То есть получается, если так вот обобщить ваши ответы, то началось все с какой-то личные потребности в развитии, в расширении горизонта, а фактически пришло это к тому, что это повысило профессиональные качества, на самом деле врачебные, потому что все, что вы говорили, вы же говорили для себя это в контексте просто расширение ваших горизонтов, а в конечном итоге польза для пациентов, которых вы лечите, в том, что вы можете переработать большое количество научной информации, обладая вот этим навыком понимания научной информации, дать наилучшую помощь пациентам в конечном итоге. Для меня это абсолютно так, да. В связи нашего разговора я бы хотела перейти к исследованию, авторами которого были Егор Максимович Чумаков и Михаил Юрьевич Сорокин, и исследование касалось изучения профессиональных ценностей потребностей в образовании у специалистов сферы охраны психического здоровья. Вы провели опрос и не могли бы немножко рассказать про это исследование? По поводу исследования, исследование это стало в первую очередь не научным интересом, вернее, вышло не из научного интереса, а из практического интереса. Мы в Петербурге хотели реорганизовать работу Петербургского отделения Совета молодых ученых Российского общества психиатра и хотели эту работу построить так, чтобы она была в первую очередь ориентирована на непосредственные потребности нашей таргетной аудитории, молодых специалистов в сфере охраны психического здоровья, психиатров и других специалистов, которые работают с пациентами психическими расстройствами. И в связи с этой задачей был спланирован краткий опрос, изначально это было небольшое количество вопросов, которые мы методично удаляли, чистили и оставили только выжимку. И анкетки, и потом ссылка на вопрос распространялась среди участников очередной школы психиатров молодых в Петербурге, и затем через организации психиатрической в Петербурге, в том числе через центр Вегетерова, где большое количество сотрудников и обучающихся приняли участие в этом исследовании. Какие ваши основные находки, что вы обнаружили? Я думаю, что вообще это исследование, оно достаточно ново вообще для психиатрической общественности в России, потому что мы редко говорим о том, что значимо для нас как сотрудников, а не для нас как людей, которые оказывают медицинскую помощь. В том плане не про психические расстройства пациентов, не про лечение, не про диагностики, а про вопросы, связанные с нашим ощущением, про наше качество жизни как специалистов, что тоже, конечно же, очень влияет на оказание медицинской психиатрической помощи. И почему мы работаем, что для нас важно, и вот эти аспекты связаны именно с качеством труда. Поэтому я бы хотел отметить с этой стороны, что надеюсь, что таких исследований станет больше, потому что вот я не знаю, можно ли сейчас такой опыт вспоминать, но, например, когда я был на Конгрессе Американской психиатрической ассоциации ежегодном в 19-м году, меня поразило то, насколько много сессий у них было, и симпозиумы посвящено именно условиям труда, именно тем трудностям, которые они сталкиваются в процессе труда, именно организационным, бытовым, каким угодно, даже до экологических трудностей, с которыми они сталкивались в процессе, то есть эко-повестка даже была. Я подумал, что это очень здорово, это правильно, потому что нужно заниматься не только лечением, но и повышением качества труда. Говоря о результатах исследования, я думаю, что одним из ключевых результатов это было то, что именно интеллектуальная деятельность, интерес к интеллектуальной деятельности и интерес к научной и образовательной деятельности был очень высок у тех респондентов, которые были опрошены. Конечно же, мы не можем говорить о какой-то вот именно репрезентативности, популяционности и это только пилотное исследование, но оно показало мне, на мой взгляд, довольно интересные результаты того, что люди, которые непосредственно занимаются клинической работой, они не только ориентированы на клинику и на аспекты только связанные с клинической работой, но еще у них есть и большой интерес к другим условно-смежным областям их деятельности, в том числе на развитие так называемых научно-ориентированных навыков, то есть навыков по работе с научной литературой, по работе с научными публикациями, по работе с исследованиями и вот собственно то, о чем говорили Михаил Юрьевич и Евгений Дмитриевич передо мной. Да, мне тоже показалось очень интересным, вот вы это назвали интеллектуальная стимуляция в своем исследовании и получилось, что ваши респонденты отметили это в качестве основной профессиональной ценности, чтобы очень так вот как-то неожиданно с одной стороны, а с другой стороны как-то очень обнадеживающе, потому что вот это как раз если мы говорим про выгорание и особенно выгорание врачей, а особенно выгорание врачей-психиатров, мы же лидеры по выгоранию, особенно среди молодежи, то мне кажется, что вот это какая-то ну как вот, я не знаю, какое-то самолечение, самопрофилактика вот этого выгорания, которое уже изначально заложено у специалистов, единственное, вот я обратила внимание, что все-таки вы набирали своих респондентов среди тех, кто уже как-то по умолчанию имеет отношение какое-то к науке, или все-таки нет, там были, была более широкая выборка? Нет, абсолютно широкая выборка людей, которые пришли на, ну тут есть беос, что это были люди, которые пришли на школу молодых ученых изначально, то есть у них уже есть какой-то больше интерес к получению какого-то образования, вот, но это был только старт, а затем все-таки исследование распространялось и среди психиатрических организаций, поэтому все-таки какая-то более широкая выборка здесь была собрана. А как вы предполагаете результаты этого исследования внедрять в работу Совета молодых ученых? Изначально же такая была цель, да, выяснить, что такая потребность и дальше это реализовывать началось? У нас есть планы по реализации, есть и планы по внедрению новых мероприятий, которые проводятся, вот, и, значит, в том году у нас уже начались журнальные клубы, журнальные клубы, вот, и это как такое с одной стороны ориентированное и как раз на вот эти вот научные, научно ориентированные навыки, с другой стороны на навыки коммуникативные, потому что нужно не только разобрать статью, но еще что-то про нее рассказать, отметить, более того, у нас даже было одно заседание, которое проводилось совместно с Европейской Федерацией обучающейся психиатрии, и мы на английском языке разбирались статью, это было, вот, Михаил Юрьевич участвовал в этом, да, это был очень полезный и интересный опыт, мне очень понравилось, как это все было приведено, вот, и есть планы по дальнейшему развитию, и в том числе продолжению этого проекта, и инициация других проектов, которые будут направлены на вот приоритетные задачи. Сейчас все карты пока не хочу раскрывать, потому что нужно сначала продумать организацию, вот, и не анонсировать заранее непродуманные до конца мероприятия. клуба, но если это будет в таком более расширенном формате и более таком глобальном, что ли, всероссийском, мне кажется, это было бы здорово. Я готов только поддержать, мне кажется, что это очень важная роль и вот подобных исследований и этого замечательного конкурса, в котором у нас была возможность поучаствовать в рамках вашего журнала по созданию именно профессионального сообщества. Мне кажется, это невероятно важным и с точки зрения опять же получения дополнительного ресурса эмоционального, профессионального в плане поддержки в трудных клинических, жизненных, профессиональных ситуациях и отчасти в том числе и профилактика эмоционального выгорания. Не случайно больницкие группы изначально были разработаны именно как помощь внутри сообщества. Я искренне считаю, что формирование целенаправленное формирование профессионального сообщества это инструмент, который позволяет и сберегать ресурсы специалистов и, что еще более важно, повышать качество помощи в рамках специальности. Поэтому все наши активности для меня лично это работа в этом направлении в том числе. Поэтому мы всегда открыты. Отлично. И еще ваше исследование показало, что в качестве образовательной активности молодые специалисты хотят развивать навыки английского языка. Вот здесь я могу тоже, наверное, подтвердить с нашей стороны, потому что мы сделали вот в рамках ординатуры дополнительный факультатив по английскому языку, при том, что он такой многоступенчатый. Мы сначала оцениваем уровень и делим потом наших ординаторов на группы. И вот у нас проходят занятия английским языком бесплатные раз в неделю. И как раз это тоже немножко сопряжено с научной деятельностью, потому что они читают статьи на английском языке. И вот два в одном получается и английский, и вроде как такое приобщение к науке. А кроме того, вот как раз вашим советом, питерским советом молодых ученых очень была предложена интересная инициатива, я имею в виду сейчас на конференциях делать симпозиумы молодых ученых на английском языке. И у нас одна из таких активностей планируется еще 31 октября на конференции «Психическое здоровье человека и общества». Вот пользуясь случаем, хочу еще проанонсировать этот симпозиум. Ну и вашу идею замечательно. Мне кажется, вот то, что я видела, проходит очень на хорошем уровне. Есть иллюзия, когда... Да, это тоже... Да, извиняюсь, что перебиваю. Это действительно было... Как будто присутствуют международные конференции. Договорю. Да, это было с одной стороны ответом на все естественные ограничения, с которыми мы сталкиваемся, потому что еще с этапа пандемии, в общем, поездки и контакты на языке международного общения, они сильно ограничены стали, а все-таки формат онлайн выступлений, он несколько другой, нежели чем очных. И совершенно сознательно мы стремились в рамках вот прошедшего в мае юбилейного конгресса нашего центра сделать вот такой, да, прецедент англоязычного симпозиума Совета молодых ученых. И это в том числе было продолжением тех результатов, которые, вот Егор Максимович правильно сказал, мы стремимся теперь внедрять в нашу повседневную работу, коль скоро мы увидели определенный интерес у молодых специалистов по совершенствованию навыка английского, то это действительно еще одна из опций, еще одна из возможностей свои результаты исследований докладывать на английском, и мы очень рады, что в вашем лице нашли поддержку этой идеи и с радостью прием участие в Октябрьской конференции. Ну и таким образом мы уж коль заговорили про пандемию COVID-19, вообще, не знаю, мне кажется, что, с одной стороны, трагическая была страница в истории человечества, а с другой стороны, для ученых это не только пробуждение какого-то любопытства к новым исследованиям, но еще и редкая, вообще уникальная возможность дописать все, что не дописано за период локдауна. Вот. И еще одно исследование, которое как раз у нас получило специальный приз симпатий председателя жюри и было отмечено другими членами жюри как такое, как они написали интригующее. Это как раз исследование Евгения Дмитриевича Касьянова и Михаил Юрьевич Сорокин тоже является автором этого исследования «Связь тревоги и депрессия с субъективным и объективным когнитивным снижением у пациентов с COVID-19». Вот не могли бы вы немножко рассказать про это исследование, что вас подтолкнуло это изучать, какие основные находки, почему вы решили провести это исследование, почему вы решили эту статью подать к нам на конкурс. Евгений Дмитриевич? Да, значит, темой пандемии COVID-19 занимался, наверное, каждый уважающий себя ученый в России и мире. Я даже чуть-чуть отвлекусь, в Твиттере прочитал такую идею о том, чтобы делать поправку для индекса Хирша и для импакт-фактора журналов на цитирование по ковидным статьям, то есть вычитать это из Хирша, вычитать это из импакт-фактора, потому что публиковано очень много статей, публиковано очень много данных, которые цитируют друг друга, и вот в этом объеме, конечно же, очень нелегко найти какую-то действительно релевантную информацию для психического здоровья в целом населения. И наша статья, она, наша идея этого исследования, я, конкретно, моя роль была в этом исследовании, это разработка протокола, это подготовка рейтеров, ординаторов, кто проводил это исследование конкретно. Эта идея была сосредоточиться в том числе на когнитивных жалобах пациентов и посмотреть, какие факторы к этому предрасполагают. И лично для меня основные находки заключаются в том, что объективно подтвержденное когнитивное снижение не коррелирует с депрессивными или тревожными жалобами. В то время как субъективные жалобы, которые не подтверждаются объективными когнитивными тестами, они очень хорошо коррелируют с эмоциональным состоянием человека. То есть получается так, что если человек предъявляет жалобы на какие-то свои когнитивные функции, трудности с фокусировкой внимания, назабывчивость, что в таком случае помимо того, чтобы как-то оценить его когнитивный статус объективно, следует еще оценить его настроение, его уровень тревоги. И лично для меня это такой основной практикоориентированный вывод, который можно сделать из нашего исследования. Может быть Михаил Юрьевич еще что-то добавит со своей стороны, что ему понравилось, что заинтересовало, может быть. А можно я тогда еще вот сначала уточню, что мне показалось интересно. То есть получается основное, что если человек жалуется на когнитивное снижение, то на самом деле дело может быть не только в когнитивном снижении, но еще и в том, что у него нарушено эмоциональное состояние. А если не жалуется, то еще не факт, что у него этого объективного когнитивного снижения нет. Надо все равно смотреть. В том числе скрининг превыше всего. Профилактировать легче, чем лечить. Но вот меня заинтересовал на самом деле средний возраст ваших участников. Вы набрали очень большую группу, больше 500 человек у вас в поликлиниках, вы набирали пациентов в поликлиниках. И при этом средний возраст 41 год. речь идет о когнитивных снижениях, которые вы оценивали с помощью МОКИ, которая является скрининговой шкалой для деменции. Скрининг деменции и прочих таких вот в общем-то уже, которые традиционно считаются старческими когнитивными нарушениями. Как вы можете прокомментировать то, что в общем-то у молодых 40-летних людей 40 лет это еще можно в сайте молодых ученых составлять в этом возрасте и при этом когнитивные снижения? Ну, я могу пояснить по методологии, потому что мы этот вопрос разрабатывали с нашим первым автором Александровной Гамзиковой. Дело в том, что МОКО, у него есть безусловно валидизация на основе данных пациентов с болезнью Альцгеймера подтверждена, то есть синдром деменции. Но вместе с тем МОКО это инструмент, который используется не только для скрининга деменции, потому что именно cut-off сделан для пациентов с деменцией. Сам инструмент МОКО, он используется в том числе для скрининга когнитивного дефицита у пациентов с расстройствами настроения, с шизофренией. На официальном сайте МОКО можно найти множество статей именно по различным нозологиям, в том числе неврологическим. Тот же синдром хронических болей. Везде используется МОКО, потому что в отличие от ММСЕ, у него более широкая возможность применения ММСЕ, в большей степени это деменция средней и тяжелой степени. МОКО может использоваться просто как для оценки когнитивного снижения, не связанного с деменцией. А что же делать этим сорокалетним людям, у которых когнитивные нарушения? А вот здесь я могу тоже добавить, что отчасти это исследование было таким поисковым, и абсолютно честно и искренне написали это и в методологии, потому что к моменту, когда это исследование планировалось, действительно было уже огромное количество публикаций, связанных с психологическим стрессом, с тревожными переживаниями на фоне пандемии, и пока еще только лишь предварительно звучала информация, это исследование планировалось очень быстро во время второй волны пандемии. Были предварительные данные о том, что заболевание коронавирусом специфическим образом влияет на когнитивные функции, но как именно было не очень понятно. И вот за эту информацию, которая тогда еще находилась только лишь при принтах, мы в общем и зацепились, и это было нашим таким вот интересом понять, действительно ли есть какие-то специфические профили когнитивных нарушений, с чем они могут быть связаны. И одна из частей наших данных, она в общем подтвердила эти сведения, действительно, в зависимости от тяжести течения инфекционного процесса, когнитивные функции там у пациентов у наших нарушались. И это показатель того, что вот это деление на соматическую медицину и психиатрию, которая как будто бы не является специальностью, обращенной к нашему организму, как будто мозг у нас не внутри тела, а где-то рядышком витает, и психические функции порождаются не какими-то физиологическими процессами, а не чем-то иным. Это такое искусственное, конечно, деление, и действительно инфекционные заболевания, это и раньше было известно, и ковид это еще раз просто подчеркнул, ассоциированы с мультисистемными нарушениями, в том числе страдают и психические функции, и вот наше исследование продемонстрировало, каким образом действительно даже пациенты, не имеющие факторов риска для деменции, поскольку они достаточно молоды, тем не менее сталкивались с определенными когнитивными нарушениями, и это были минимальные когнитивные нарушения, действительно, это не уровень средней или тяжелой деменции, и ММС-Ерис бы ничего не показал, но именно такой вот более тонкий инструмент, оценивающий больший спектр когнитивных процессов и позволил нам эти закономерности выявить, что, мне кажется, тоже по-своему высвечивает эту проблему искусственности деления всей медицины на интернистов и неких психиатров, которые как будто бы не занимаются человеком, не занимаются органами человека, а вот чем-то таким, какими-то высокими только лишь материями. Совсем не так, мы, в общем, тот же самый субстратами, как и все остальные врачи до своей работы. Ну, тут еще, конечно, было бы любопытно, не знаю, есть ли у вас это в планах, катомнистическое обследование этих людей, что у них в динамике произошло некогнитивные функции. Конечно, я понимаю, очень сложно это организовать, наверное, было бы здорово. Это сложный вопрос, связанный с тем, что ковид нас поставил в рамки, когда и исследование, и повседневную работу приходилось буквально с колес переструктулировать, переформулировать, и в некоторых других частях наших исследований у нас есть перспективные данные, но вот именно в случае с когнитивными нарушениями это были пациенты, обращавшиеся в общесоматическую, опять же, в общесоматическую медицинскую сеть, и их последить было довольно трудно, конечно. Ясно, хорошо. Спасибо большое. Но я думаю, что несмотря на то, что ковид у нас вроде бы как-то заканчивается, все равно исследования у нас продолжатся, и много планов по тому, как приобщать молодых врачей к науке, как сделать вот это профессиональное развитие интересным, вы сами люди очень активные, интересующиеся, ну и, наверное, подходит к концу наш разговор, и у меня такой традиционный для всех участников наших интервью вопрос, мы всех просим сказать какую-то обратную связь по поводу вашего опыта взаимодействия с журналом «Консорциум-сокиатрикум», потому что это такой для России немножко, на мой взгляд, не совсем традиционный что ли проект, и подход у нас не совсем, наверное, такой стандартный к редакционному процессу, интересно узнать ваше мнение, как у вас, вы же много публикуетесь, вы публикуетесь и в зарубежных журналах, и в отечественных, вот, если бы вы немножко поделились, дали обратную связь, нам было бы интересно послушать. Давайте я начну, у меня в целом очень положительный опыт, мне понравилось работать над статьей, которая уже была опубликована, и еще есть одна заметка, которая будет в следующем номере опубликована, она уже на сайте опубликована, вот, мне очень понравилась работа редактора, которая в том числе помогла найти некоторые ошибки в написании английского, вот, при том, что носитель английского участвовал в написании, это было интересно, интересно вот, вот, и в целом все очень профессионально радует, что есть люди, которые в обязанности, в которые входят непосредственно рабочие, не так, как это делается зачастую, когда научные сотрудники после возвращения с работы вечером начинают что-то делать, отвечать на письма, и это всегда очень тяжело, и мы понимаем, насколько это бывает вымученная вот эта переписка и работа, и долгий процесс, вот, ваш журнал в этом отношении, конечно, гораздо позитивнее смотрится. Я, наверное, могу сказать, как человек со стороны, да, как я, как я вижу развитие этого журнала, ну, во-первых, есть уже лично для меня несколько прорывных моментов, первый, например, происходит именно сейчас, да, то есть, это интервью с авторами, статей, соавторами, это классно и круто, это, джамма сайкаетри, джамма, вот эта вся линейка журналов делает нечто только в виде подкаста, это всегда очень интересно послушать, потому что авторы, они всегда глубже видят свои результаты и всегда могут подметить некоторые вещи, которые трудно увидеть просто читателям, и, опять же, вот по какой линии я контактировал с консорциумом с Акиатриком, это пресс-релизы, которые публикуются на различных научно-популярных площадках, то есть, это вещь, которая очень важна для информационного поля вообще не только в психиатрии, в медицине, в обществе в целом, потому что если мы не ставим вопросы, которые у нас возникают касательно наших пациентов, касательно психических расстройств, значит, мы не притягиваем к этому внимание, и, следовательно, отсюда вытекают в том числе такие вещи, как недостаток финансирования, это прямые связи, поэтому то, что консорциум с Акиатриком, журнал, редакция, делает пресс-релизы, это очень важно, и что я, опять же, со стороны, как автор, как человек, который выбирает журналы, чего я жду, может быть, да, вообще от русских журналов в целом, я когда-нибудь, наверное, напишу даже заметку об этом, но это мои пожелания даже, вот, можно писать письмо редактору в наш журнал, и мы его опубликуем. Письмо редактору, хорошо, отлично, я подумаю, все-таки это лучше, чем заметка в Фейсбуке, значит, в первую очередь, я желаю вам скорейшего вхождения в Скопус, в ВОЗ, потому что это очень важно, это имиджево, и это то, что значимо повысит конкурентоспособность, и, конечно же, такой вещи, как онлайн-публикация перед выходом основного номера, потому что порою, если ученые имеют грант, если ученые имеют, ну, ряд статей, очень не хочется ждать год, очень не хочется ждать какие-то длительные сроки, потому что мы готовы работать, и в российских журналах психиатрических, как я понимаю, сейчас это еще не введено. У нас онлайн-ферст, поэтому мы это делаем уже. Онлайн-ферст, потому что вот я у Егора услышал это, просто я это еще, видимо, давно не обновлял. Мы это подвели в практику. Ну, это потрясающе. В общем, тогда у меня остается только первое пожелание, потому что, ну, если это будет, ну, тогда, мне кажется, вопрос о том, какой журнал номер один, он снимается, вообще, в российской психиатрии. Спасибо. В скопус мы подали уже заявку. Ждем. Давайте. Я могу со своей стороны сказать, что я прям невероятно высоко отменю продукт, который на гора уже в течение двух лет нон-стоп выдает редакция. Я искренне считаю, что это очень качественный продукт, и это журнал, который приятно держать в руках, приятно листать, приятно открывать страницы электронные на сайте. И это журнал, который интересно читать. Мне очень нравится, что у вас есть такие тематические направления, которые, в общем, с одной стороны вас позиционируют в ряду других научных изданий, вот то, что у вас есть такие дайджесты об организации психиатрической помощи в разных странах мира. Это невероятно интересно, невероятно увлекательно. То, что вы практикуете выпуск тематических номеров, что, на мой взгляд, очень здорово расширяет целевую аудиторию, и люди, которые, может быть, не интересовались вообще психиатрическими журналами, но вот интересуются условно детской психиатрией и видят, о, именно детской психиатрии посвященный номер, но вот его-то я, может быть, и почитаю. Кстати, у нас следующий номер будет посвящен именно детской психиатрии. Да. Мне кажется, что это очень-очень здорово, и это действительно расширяет аудиторию не только за счет тех людей, кто и так в силу своих интересов или в силу своих обязанностей читает журналы, но и действительно вовлекает в такую вот дискуссию профессиональную более широкие слои специалистов. И мне кажется, что появление русского англоязычного журнала, такой каламбурчик, но абсолютно уместный, это действительно новый шаг для развития, опять же, то, что я говорил, профессионального сообщества. Я считаю, это невероятно важным, потому что навык читать англоязычную литературу для многих психиатров сейчас не очень является востребованным, но с появлением журнала, который предоставляет возможность, вот как иногда язык изучают, билингвальные книжечки читают, так и журнал, который позволяет что-то, какую-то выжимку в виде абстракта прочитать на русском языке и дальше погрузиться в английский текст, плюс я несколько раз видел, что в режиме онлайн-ферст у вас как раз русскоязычные тексты появляются, не знаю, сейчас это постоянная практика или это временная какая-то была практика, но тем не менее это мне кажется очень ценным таким дополнением для специалистов, которые допустим не очень уверенно себя чувствуют чтение именно англоязычной литературы, но тем не менее хотят практиковаться в этом. И вот как резюме это очень важный шаг именно для развития, для становления профессионального сообщества и возможность практиковаться в том числе например молодым ученым в опыте написания англоязычных статей безусловно когда ну обычно мы начинаем публиковаться все-таки на русском языке и когда печатаешь свою первую англоязычную статью тебе не только нужно за текст отвечать но еще и за переписку с редакцией а редакция заведомо не владеет твоим языком гораздо сложнее все-таки какие-то технические вопросы бывают прояснять в этой ситуации а ваш журнал как раз в этом отношении опять же уникальная возможность для специалистов ну вот в таком более щадящем режиме тем не менее погружаться в мировой контекст научно-медицинских изданий и самое отрадное то что продукт получает действительно качественный спасибо большое мне кажется что здесь какое-то я не знаю пространственно-временное уже совпадение у нас возникло мне кажется какая-то синергия с тем что вот появился журнал и с тем что появилась целая вот такая плеяда молодых специалистов которые заинтересованы в науке и судя по результатам опроса наши профессиональные ценности и образовательные потребности каким-то чудесным образом совпадают и поэтому я надеюсь что дальше мы будем может быть как-то развиваться совместно и наш журнал и ваши усилия по созданию такого профессионального сообщества которое будет опираться на данные доказательной медицины развиваться в разнообразных направлениях и клинических и научных и участия в профессиональных сообществах и в рамках интеграции в какое-то международное профессиональное сообщество вот большое вам спасибо за то что приняли участие в нашем таком круглом столе ну и наверное пожелаем всем нам психического здоровья и профессионального развития до свидания до свидания